Руководитель Восточного спасательного центра Айлар Хоцман говорит, что выдавируем горение сухой травы – это ежегодная проблема. Нагрузка увеличивается тогда, когда начинает таять снег, выходит солнце, согревая землю, и люди проводят больше времени на свежем воздухе. Именно в этот период начинается интенсивная работа спасателей, связанная с выездами на пожары, вызванные возгоранием сухой травы. Такой период длится приблизительно пару месяцев. Важно напомнить, что поджигание прошлогодней травы очень опасно и запрещено законом по всей территории Эстонии. Людям это может грозить штрафом в размере до 1200 евро. Вдобавок, тому, кто стал причиной пожара, придется возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. У нас очень много таких пустырей, таких площадочек, на которых такая трава может загореться. Но она не горела бы сама по себе, если бы люди ее не поджигали намеренно или не намеренно. Намеренно поджигают у нас в основном дети, которым интересно посмотреть, как это все вспыхнет. Возможно, интересно посмотреть, как красивая пожарная машина приедет. Тут я бы хотела обратиться к родителям и посоветовать с детьми еще раз очень серьезно поговорить. Во-первых, проблема в том, что тогда, когда спасатели выезжают на вот эти вызовы, в то же самое время может случиться какой-то пожар в жилом доме, например, где будет требоваться оперативная помощь людям. И, к сожалению, ресурсов просто немножко может не хватить. Второе, сами дети могут, как бы это необычно не звучало, получить отравление угарным газом. В прошлом году уже такое было, когда загорелась прошлогодняя трава в районе кукрузы, подростки начали ее сами тушить. С курильщиками такая же проблема. Все любят перекурить, особенно где-нибудь, стоя на природе, делая шашлычок. Но шашлычком отдельная тема. Но все-таки, когда вы курите, используйте пепельницу. Или будьте уверены, что окурок потушен, потому что очень много возгораний сухой травы происходит именно из вот этого небрежно брошенного окурка.